Айоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале ХОЛИБАК! На канале Мистер Убистэ вышло новое видео, которое называется Машина за 1 доллар против 100 миллионов долларов! Блин, что это за машины такие? Я не знаю, я в машинах особо не разбираюсь. На вопрос, какая машина тебе нравится, я обычно отвечаю черная. И да, хочу сразу извиниться за свой голос, потому что я заболел, ребята. Но я над этим работаю, так что скоро буду здоров, жив цел орел. Надеюсь. Поэтому ставьте лайк, если вы любите Мистера Биста! Поехали смотреть! Спорим, это видео начнется с того, что Мистер Бист будет что-то кричать. За мной самые дорогие автомобили в мире! Не шучу, у нас тут тачки... Что-то он как-то спокойно начал этот выпуск, но смотрим дальше. На сумму более 250 миллионов долларов! Одна из них стоит аж 100 миллионов! Вау! Это же Глория из фильма «Назад в будущее, прошлое» или как-то так. Плавать на них, ездить и даже летать, чтобы показать вам, почему они такие дорогие! Начнем с этой тачки за 1 доллар! Буквально ржавое ведро! Серьезно? Да там металлолома больше, чем на 1 доллар. Серьезно? Ну вы продаете эту машину за доллар. Как видите, она бесполезна. Я не могу вкладывать в нее ни времени, ни денег. Берите этот доллар и по рукам. Понятно, что это кусок мусора. Но если потратить 20 тысяч на ремонт, она поедет. Ладно, заводите этого красавца. А если потратить 20 тысяч на новую машину, или на вторичном рынке, то можно купить, например, вот это, или вот это. Но чинить мусорную машину тоже неплохо. Я не думал, что она заведется! Как она вообще едет? Паснет дымом! Безомье! Тачка за доллар! Тачка за доллар! Тачка за доллар! Тачка за доллар! Ребята! Ребята, нет! Это последнее видео мистера Биста! Ну что ж, мистер Бист, мы тебя любим, помним и смотрим дальше. Ну что ж, это была трачка за доллар. Хорошо, что я вышел. Машина за 100 тысяч долларов, которая едет сама. Тесла! Тесла! Вот я бы хотел себе Тесла-мобиль. А какую машину хотели бы ли вы? Вы хотели бы какую машину? Напишите в комментариях. Сейчас в ней никого нет, и она движется. Посмотрим, за что просят 100 штук. В ней очень много места. Одна из немногих машин, в которых помещаются все мои дети. У тебя есть дети? Да, вон они. Давайте прокатимся. Теслу покупают именно потому, что она может ехать сама. Итак, я больше не управляю машиной. О, она перестраивается. Она буквально едет сама. Я не касаюсь педали газа и не касаюсь руля. Наверное, совсем скоро вообще не нужно будет сдавать на права, потому что машины будут водить себя сами. По-моему, это очень удобно. Хочешь сказать, что можно спать за рулем? Нет, не делайте это. Ладно. Теперь посмотрим, как быстро она может ехать. Аж сиденье вжало. Это пугает. И это только начало. Дальше у нас будет тачка, которая превращается в самолет и летает. Вот это, конечно, удобно, да? Когда пробки, блин. Ты такой, я полетел. Пока. Глянь на эту ламбу. О, чуть не врезался. Они просто оставили ключи. Как ее никто не украл? Хотя она и стоит в два раза дороже, места в ней в два раза меньше. Не уверен, что отдал бы за нее 200 тысяч. Я в нее не помещаюсь. Они вообще... Блин, зачем такая машина, если бы в нее не можешь взалезть? Я не знаю. Но выглядит пушечно. Не умеют водить ламборгини. Как включить передачу? Думаю, надо нажать переключатель. Порядок. Теперь мы едем. О, по горку. Боже мой, как она несется! Да, уж сил у нее полно. Боже, эта тачка просто безумие. Я едва касаюсь газа, а мы уже летим. Я не думаю, что водил машину быстрее этой. Если хотите что-то компенсировать, то эта тачка для вас. А теперь машина за 300 тысяч долларов. По мнению некоторых, самая безопасная в мире. Она словно танк. Это машина военного образца? Ого, какая она высокая. Просто ты только что сидел в ламборгини. Верно, верно. В сравнении. Разберемся, почему она такая безопасная. Да, действительно, почему она такая безопасная? Выглядит как джип. Во-первых, пуленепробиваемые стекла такой толщины. Кроме того, она пошла броней с защитой от взрывов, которую мы... CGI взрывов, я правильно понимаю? Она выдерживает удар взрыва компьютерной графики. Но что, если ее в натуре взорвать? Интересно, вряд ли мистер Бист будет взрывать машину за 300 тысяч долларов. Испытаем позже. Карл. Ладно. Карл, хочешь нажать на кнопку? Очень хочу. Хочешь включить дымовую завесу? О, да. Воу, воу. С ума сойти. Реально, дымовая завеса. Офигеть. Боже мой, воняет. Но что интересно, безопасность машины заключается не в этом. А в этом взрывозащитном корпусе. И мы будем первыми, кто испытает его на прочность. Кстати, прежде чем взорвать тачку за 300 тысяч, мы взорвем обычную и посмотрим, выживут ли пассажиры. Лучше б мне отдал. Серьезно, у нас такими машинами рэперы выпендриваются, а мистер Бист просто их взрывает. Серьезно, блин. Три, два, один. А потом они такие, блин, мы забыли вытащить оттуда Карла. Она плохо справилась. И прежде чем взорвать эту тачку, я положу в нее фистаблс. Лучше защити мой чертов шоколад. Утверждается, что машина защищена от взрывов. Но никто это не проверял. Посмотрим, выживут ли манекены и, что еще важнее, фистаблс. Три, два, один. Она просто подпрыгнула. Машина пережила взрыв, получив лишь пару царапин. Офигеть! Так, стоп, 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 где здесь что-был? Чендлер, не мешайся. Чендлер, выжила! Фух, слава богу, шоколадка хоть выжила. Не, ну если так задуматься, да, то лучше не надо думать. Три, машина способная выдержать взрыв-бомба, я официально рекомендую эту. Но раз воевать мы не собираемся, то доплатим 200 тысяч и возьмем эту. Машину-катер за полмиллиона долларов. Блин, ну мне кажется, это самые бесполезные покупки в жизни. Ну типа, купи себе лодку, зачем тебе, блин, за 500 тысяч такая машина? На суше это обычный автомобиль, разницы не видно. Но вот что интересно. Достаточно заехать на нем в воду, и он превращается в катер. Первым будет Карл. Погнали! Ууу! О, мне как-то не по себе. Мне не по себе! Я отправил их первыми, чтобы убедиться, что все работает. Мы тонем? Нет, мы тонем! Офигеть! Вроде работает. Посмотрим, что будет. О, мой бог, мы едем по воде. Боже! Удерживать кнопку до сигнала. А вот и сигнал. Теперь я могу управлять ей, как обычной машиной, но на воде. Дэ, держись! Ууу! Прикол. Это невероятно! Ууу! Я не знаю, ну, повторюсь. Быть другом мистера Биста, это очень весело и прикольно. Ну, посмотрите на их жизнь. Они постоянно что-то видят, постоянно что-то делают прикольное. И вот это, да, класс вообще. Завидую. Очень, не очень. Еще пять секунд назад это была машина! Я бы поехал с ними, но меня укачивает и в машине, и на лодке. О, блин, ставь лайк, если тебя тоже укачивает на лодке, и в машине, и вообще, когда даже ходишь и спишь иногда. Мы только что с ним познакомились. Устроим гонку. Три, два, один. Стоять! Он намного быстрее. Даже не старается. Он даже не напрягается. О, мы его обгоняем. Пока! Не верится, что мы его обогнали. Машина очень быстрая. Не знаю, способы отпраздновать победу лучше, чем съесть феставалс. Лайк! Есть куча других способов, в принципе. То, что все трое ездят на машинах по океану, это безумие! Кимми, я обожаю эту штуку! Сложно поверить, но это только начало видео! Значит, дальше нас ждет еще круче всего этого. Может, в конце видео я даже выздоровлю. Я не знаю, ребята, я смотрю мистера биста, здесь может произойти все что угодно! И списка может летать. А так как я боюсь высоты, я опустил за руль Карла и Нолана. Чувак, что происходит? На этой машине не только разрешено ездить по дорогам, но она также может взлетать на два с половиной километра в небо! У этой тачки реально пропеллер! Стой здесь и смотри, как она взлетает. Я сяду в самолет и полечу следом. Я не верю, что она правда взлетит. Она взлетает! Колеса уже не касаются земли! Это реально летающий автомобиль! Машины становятся все безумнее! Я не могу поверить своим глазам! В километре над моей головой летит машина! Это уже какое-то будущее! Блин, летающие машины! Сегодня летающие машины, а завтра что? Электромобили! О-о-о! Боже! Это было так круто! Мне кажется, 600 тысяч за такое, это просто даром! Приготовьтесь к подаге! О-о-о, давай! Блин, вот это он приземлился, конечно! Но я привез не одну! Как вы понимаете, множество машин стоит 1 миллион долларов! Чтобы угодить всем, мы собрали 10 самых крутых тачек за миллион долларов! И, как обычно, в нашем распоряжении автодром! Поэтому я позволил друзьям выбрать любую машину! Я просто поеду с тобой! Выбирай! Какая красотка! Я в нее помещусь! Я как будто бы НФС-ку смотрю! Каждый выбрал себе какую-то классную тачку, и сейчас будет гонка! Мы никогда не умрем! Эй, не сглажь! Я словно в гонках на Скар! Мне так весело! Это похоже на форсаж! Есть что-то мужественное в вождении дорогущих громких автомобилей! На частном автодроме! На частном автодроме! Ха-ха-ха! Погоди, надо отправить сообщение! Ладно, шучу! Я врежусь! Сегодня много шуток в видосе мистера Биста! В основном они связаны со смертью! Прошу, нет! А-а-а-а-а! Боже мой! Мы делаем публики в тачке за миллион! Ха-ха-ха! Пока парни катаются по трассе, я покажу следующую тачку! Два миллиона долларов! Ограниченный тираж! Едет на водороде! Без шуток! Она работает на водороде! А выхлоп это... Офигеть! Она работает на водороде! Я даже не знаю, что это, блин! Ну, звучит очень... Водородно! Ева и вода! Машина еще в стадии разработки, так что это всего лишь... Прототип! Я никогда не испытывал таких трудностей при посадке в машину! О, хорошо! Как она закроется? Главное не подставлять там свою голову! Первое впечатление? Дверь медленная! Сейчас мы свернем на дорогу! Это очень важно, потому что этот автомобиль еще никогда не выезжал на дорогу! Надо было мне раньше сказать! Эта машина испытательный образец! Поэтому езда на дороге вызывает сомнения! Смотри на ту даму! Она снимает наш автомобиль! Эта штука быстрая! Да! И хоть вместо бензина здесь водород, запас хода у нее более тысячи километров! Разгоняется до 335 километров в час! Увидимся у следующей машины! А сейчас на трассе самая редкая и мощная тачка в мире! Стоимостью 10 миллионов! Жигули копейка! Кёнигс Эквейдерс! 10 миллионов долларов! Вот за это! Существует в единственном экземпляре! Это самый быстрый в мире серийный автомобиль! Боже мой! В краске кузова тропленые бриллианты! А страховая разрешила ездить на нем только владельцу! Думаю, это крутейшая дверь, которую я когда-либо видел! Ты псих! Сделаем это! Да, сделаем это! Вот факт! Я довел взрослого мужика до слез! Правда? Да, до смерти я его напугал! Я откину голову назад, чтобы не удариться! Почему так быстро? Я никогда... Секунду! Эта машина одна из самых быстрых на планете! Благодаря двигателю V8 с двойным турбонаддувом! А весь кузов сделан из углепластика, поэтому весит почти на 220 килограммов меньше, чем ламборгини! Я никогда не видел ничего подобного! Вау! Я словно на американских горках! Сердце колотится! Это безумие! Но это было потрясающе! Спасибо, сэр! Ну, хоть не заплакал, уже хоть что-то хорошо! Потусуем с Джейм Леной и увидим автомобиль за 20 миллионов! Итак, Джей Лена более 20 лет вел Ту Найт Шоу! Сегодня он владелец одной из самых впечатляющих коллекций автомобилей в мире, в которую входит и этот Макларен F1 за 20 миллионов долларов! По-любому, с какого-то сериала, наверное. Ну, не может машина стоить столько много, блин! 20 миллионов долларов просто за машину? По-любому, у нее какая-то должна быть история! Что делает его таким ценным? Движок V12, углепластик. Он очень легкий, разгоняется до 387 километров в час. Это до сих пор рекорд для автомобиля без турбонадова. Вот кое-что интересное. Как видите, здесь три места, весят около тонны. А большинство современных машин весят примерно тонну 800. Его скорее можно сравнить с мамой Нолана, чем с другим автомобилем. Верно, именно так. На маму Нолана ориентировались при ее проектировании. Парни, хотите прокатиться? Ну, конечно, я не за что... Шутки про маму Нолана, это, конечно, да. Не влезу на среднее сидение, очень неудобно. Не так уж и плохо! Да, неплохо. Совсем неплохо, вполне удобно. Как ни странно, три места, очень удобно. Да, это довольно интересно. Обычно здесь находится руль. А будь мы в Англии, руль находился бы здесь. Именно. Ты можешь быть в Англии, а ты в Америке. Как давно у вас эта машина? В каком году ты родился? В 98-м. Вот в 98-м и купил. Я вылез из мамы, а он такой, а давайте отметим рождение, покупка этой машины. Ревно, а вот и продолжение. Блин, так грустно осознавать, что я старший мистер Аббеста. За сколько вы ее купили? За 800 тысяч. Вау. Все тогда думали, она никогда не окупится. Но потом цена стала расти и расти и расти. Сейчас она стоит 20 миллионов. Это безумно. По сути, автомобиль приносил вам по миллиону за каждый год владения ее. Думаю, можно и так сказать, да. Карл, что ты думаешь о машине? Мне нравится. Что тебе мешает купить ее? Эм, 9... 20 миллионов долларов. Вы когда-нибудь попадали в аварию? О, да. Мы не обладно в аварии. Спасибо за то, что покатали нас. Нет проблем, ребята. Это было идеально. Следующие два автомобиля такие дорогие, что всегда хранятся в музее. Вместе они стоят 80 миллионов долларов. Каким-то образом мы убедили музей дать нам эти машины. Отлит. Каким образом вы их убедили? Вот интересно, реально. А вот сейчас видео сорвет вам крышу. Заведите этого красавца. Это 30 лямов. Теперь за 50. Если честно, мне больше нравится та, что за 50. Итак, я в машине за 50 миллионов долларов с Донат Медиа. А Чендер в машине за 30 миллионов с Бо Букманом, автомобильной легендой. Вы готовы? Шо он легенда. Какая... Почему он легенда? А вы готовы? Я готов. Погнали! Авто, где едет Чендлер, такое дорогое, потому что оно было создано в качестве подарка основателю Феррари основателю Форд. Это единственная версия этого Феррари, когда-либо созданная. Осторожно, Яма. Не поцарапайте. Не замечаешь, как плохи дороги, пока не сядешь за руль автомобиля за 50 миллионов долларов. Машина, в которой мы едем, самый дорогой из существующих Ягуаров. На нем ежедневно ездил легендарный актер Стив Маккуин. И он так часто превышал скорость, что его лишили прав. Я замечаю каждую выбоину. А поскольку эти машины такие дорогие, за нами едет полицейский эскорт, который следит за тем, чтобы никто к нам не подъезжал. С ума сойти. Эй, прибавим скорость. Как она едет? Прекрасно. Моя кепка. Ну ладно. Пока мы развлекались, Боб Укман разогнал эту машину за 30 миллионов долларов до предела. Эй-ей-ей, погодите. Торможите, машина заглохла. Погодите, секунду. Мы слишком разогнались. Классная машина за 30 миллионов долларов. И главное, и не ломается. Машина за 30 миллионов заглохла. Мы вылезаем из машины, пока не сломали их. Прокатимся на первой в мире Феррари за 100 миллионов. 100 миллионов. Моинство представляет автомобиль за 100 миллионов долларов примерно так. Но вы удивитесь, узнав, что это автомобиль за 100 миллионов долларов. Он имеет такую историческую ценность, что водить его можно лишь этому музейному работнику. А ездить можно только по этому мосту. Полицейские перекрыли дороги. Теперь мы на мосту. Боже мой. Взгляните на это. 100 миллионов долларов мчатся по улице. Вау, 100 миллионов долларов. Да ты задолбал, мистер Бист. Потерял кепку. Он потерял кепку. Он потерял кепку. Во второй раз. Бесплатная кепка к самому дорогому авто. Давай. Ножи. Потрясающе. Есть ли что-то веселее этого? Нет. Молодцы. Ладно. Втопите. Она еле едет или мне кажется? Погнали. Боже, потрясающе. Надеюсь, вам понравилось. Давайте сбросим ядерную бомбу на мост. Не знаю, Бист, зачем ты сделал это? Ты убил того красивого мужчину с дорогой Феррари. Ну что ж, ребята. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, не забудьте поставить лайк и написать Хулибубы выздоравливаю. Будет очень приятно. Мне спасибо вам большое. Я стараюсь. Всем хорошего настроения. Всем пока. Ты сидишь на диване. Кто-то ломает спыгери в игре про спыгери. Часть вторая. Теперь в игре про спыгери стало всего в два раза больше. В игре появилось в два раза больше крутых блогеров. В два раза больше крутых питомцев. У нас даже пельмень есть. Круто. Да? Покупай крутые предметы и выбирай сам. Как будет выглядеть твоя блогерская комната. Тотальная кастомизация. Теперь в нашей игре про спыгери появилась карта. Теперь ты можешь ломать спыгери не только у себя в комнате, но еще и в школе. Фу, школа. Отстой. Ломай спыгери на свалке. А вот это клево. Если ты скачаешь игру про спыгери прямо здесь и сейчас, тогда ты сможешь ломать спыгери прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждешь? Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok